У Александра с автомобилем все в порядке. Суммарный люфт в пределах допустимого, 3 градуса. Амортизаторы и пружины также пригодны для использования. Мужчина водитель со стажем, его машине больше 10 лет, поэтому процедура технического осмотра по расписанию раз в год. Я таксовать не собираюсь, а то, что проходить нужно, это обязательно, потому что ДТП в любую минуту, в любую секунду может случиться. А как часто вообще проходите? Каждый год. Каждый год, да. Машине больше 10 лет, каждый год. Но теперь техосмотр по закону перекочевал из обязательной процедуры, добровольную. На днях Госдума в третьем чтении внесла поправки в законодательство. Так от диагностики освободили тех, кто использует автомобиль или мотоцикл в личных целях. Ничего не изменится для владельцев такси, грузовиков, общественного и служебного транспорта. Обязательная процедура ТО останется при постановке автомобиля старше 4 лет на учет, а также при смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. Законопроект, я бы назвал его таким рамочным. Автолюбители, я призываю со всей серьезностью и пониманием отнестись к этому законопроекту, потому что может возникнуть определенные легкомыслия. Сказать, раз это не обязанность, значит и не стоит следить за твоим транспортным средством. А хочу напомнить, что автомобиль является средством повышенной опасности. Новый законопроект, со слов депутата, позволит сэкономить время и деньги автолюбителей. А станциям техобслуживания повысить качество диагностики пассажирского транспорта. Но это, как говорится, одна сторона медали. Согласно статистике, по сравнению с прошлым годом, на полтора процента выросло количество аварий из-за технической неисправности автомобилей. Безусловно, надо смотреть, как этот закон работает, мониторить его исполнение и, возможно, собирать мнение и автолюбителей, и мнение другой, участвующей в этом процессе стороны, а именно станции техобслуживания. Владельцы одного из пунктов ТОНа Ефремова уже высказали свое мнение. Новые поправки в закон для них, увы, нерадостная новость. В месяц процедуру технического осмотра здесь проходит порядка 500 машин. 70% из них принадлежат физическим лицам. Очень резко наша упадет выручка в связи с этим. И, соответственно, существовать в условиях, с одной стороны, снижения доходной части и резкого увеличения расходной части, очень сложно будет, потому что с 1 марта 2021 года резко ужесточились требования к операторам технического осмотра, к технической базе. Центр на Ефремово работает по принципу единого окна. Здесь могут застраховать автомобиль, оформить документы и заявления в ГИБДД, выдать медицинские справки. До послуги, со слов Екатерины, позволят хоть как-то остаться на плаву. Их контролировать это очень сложно, добровольность именно прохождения техосмотра. Все последствия данного закона выявятся буквально в ближайшие полгода, когда страховые компании виновникам данных ДТП просто-напросто будут выставлять регресс за отсутствие наличия вот этой диагностической карты, которая подтверждает исправность этого автотранспортного средства. Сегодня вопрос прохождения техосмотра затрагивает каждого третьего жителя страны. В России около 49 миллионов легковых автомобилей и мотоциклов. При этом больше половины из этих машин моложе 10 лет. Принат Алиулова, Сергей Кудаков, Юрий Конихин. Улправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Алиулова, Сергей Кудаков, Юрий Конихин.